После нескольких крупных диверсий, устроенных партизанами в Краснодарском крае, осенью 1942 года, немецкое командование приняло несколько антипартизанских мер. Поезда стали ходить с малой скоростью, таща перед собой несколько вагонов с камнями. Это минимизировало урон в ходе подрыва рельсового полотна. Также немцы стали более тщательно охранять важные объекты, в том числе и мосты. На восьмом километре между станицами Афибской и Северской партизаны несколько раз пытались взорвать мост, но каждый раз действовали крайне неудачно. Немцы использовали это в своей пропаганде, говоря, что Красная Армия разбита под Сталинградом и теперь не может снабжать партизан боеприпасами. Примером слабости бандитов в лесах являлся мост, который разбойники пытались взорвать три раза, а он все еще цел. После таких заявлений уничтожение этого моста стало делом чести для партизан. В одну из ночей к мосту подошли два эсэсовца, которые вели на прицеле двух пленных. Они сказали охране пароль и вручили начальнику караула пакет, на котором было написано «Совершенно секретно, начальнику полиции лейтенанту Курту Биллеру». При свете карманного фонарика Фельфебель долго и подозрительно читал надпись на конверте, чем вывел гестаповцев из себя. Один из них крикнул «Тысячи чертей! Вы слепы!». От резкого оклика Фельфебель вздрогнул и провел незнакомцев в дежурку, чтобы те смогли позвонить в станицу. А через час на мосту раздался страшный взрыв. Эта диверсия была сделана руками партизанского отряда братьев Игнатовых. Особенностью этого отряда было то, что 80% его членов имели высшее образование. Директора заводов, техники, инженеры, экономисты и научные работники – все эти люди имели бронь, как специалисты, и могли эвакуироваться в тыл вместе со своими предприятиями, но решили остаться и дать бой врагу. Большинство членов отряда знало немецкий язык, а 9 из них говорили по-немецки, как по-русски. Не мудрено, что отряд, состоящий из таких специалистов, часто оказывался более удачным в своих диверсиях, чем другие партизанские отряды. Уже сразу, когда группа партизан-интеллигентов появилась в тылу противника, стала видна ее эффективность. Люди с техническим складом ума очень основательно подходили к каждой своей операции. 70% времени они отводили на разведку. Выясняли расписание маршрутов, колонн, поездов, время смены караулов искали брешь в немецкой обороне. Также для добычи информации они в станицах создали широкую агентурную сеть. Во время устройства засады на врага они досконально просчитывали пути отступления и создавали группы прикрытия, а также дополнительные ловушки для нацистов. В момент своего нападения они точно определяли момент отступления и отходили всегда до того, как враг успевал организовать отпор. Этим они отличались от других отрядов. Например, соседний партизанский отряд состоял преимущественно из матросов. Они уже успели повоевать в Крыму и прониклись к немцам ярой ненавистью. Один раз напав на колонну врага, они не удержались и вместо того, чтобы отступить, пошли в рукопашную атаку. Все 10 матросов, участвовавших в этой операции, геройски погибли как один. В другой раз, снова устроив засаду, матросы увидели немецких офицеров штрафников. Этих ребят они ненавидели больше всего. Чтобы добиться прощения, штрафники шли на самые лютые зверства по отношению к мирным жителям, к пленным и раненым. Не было такой пытки, которой бы не щеголяли друг перед другом штрафники и офицеры. Матросы, не сговариваясь, рванули с плеч бушлаты и в одних тельняшках, чтобы враг знал, с кем имеет дело, бросились на штрафников с ножами и штыками. Страшен был этот молчаливый стремительный натиск, и офицеры, не выдержав его, побежали к станице. Они бежали без оглядки, хотя и знали, что за бегство с поля боя их, штрафников, ждет неизбежный расстрел. Партизаны отряда братьев Игнатовых отдавали должное геройство матросов, но всегда имея в голове точный план, действовали более рассудительно. Пользуясь своими знаниями, они умело противодействовали немецким антипартизанским мерам. Когда другие отряды несколько раз потерпели неудачу в подрыве моста у станицы Северской, инженер Ветлугин решил действовать решительно и нахально. Два партизана переоделись в форму эсэсовцев, а двое якобы шли с завязанными руками, как пленные. Разведке удалось подслушать пароль, и Ветлугин со своей группой беспрепятственно попали на мост. Улучив момент, они бесшумно убрали охрану, заминировали мост и ушли. Когда немцы нашли убитый патруль, то вдогонку выслали броневики и поезд с автоматчиками, который подорвался на минах и обрушил мост. В отличие от партизан Смоленщины Украины или Белоруссии, у отряда братьев Игнатовых было время для подготовки, и интеллигенты, еще находясь в неоккупированном Краснодаре, не тратили это время зря. Они сразу перешли на казарменное положение и начали готовиться к партизанской деятельности. Они изучали взрывное дело, снайперское искусство, владение личным оружием, приемы рукопашного боя и джиу-джитсу. Также читали военную литературу, и даже, сдерживая смех, учились квакать и подражать звукам природы. В лагере у них было все необходимое, вплоть до советского и немецкого оружия. Стрелять из него учились поголовно все. Главе своего отряда Игнатову Петру Карповичу интеллигенты решили дать прозвище Батя. Это имя уже гремело среди лесов и болот Украины, Белоруссии и Смоленщины. Это имя уже вселяло в нацистов страх. Там, где появлялся Батя, ничего хорошего немцам ждать не приходилось. Петр Карпович был директором химико-технологического института. Этот институт до оккупации Краснодара немцами в больших количествах производил лекарства и взрывчатку, так что партизаны этим товаром были полностью обеспечены. Они заранее подготовили в лесах несколько складов со всем необходимым для ведения партизанской борьбы. В лесу и горах они организовали несколько стоянок, в которых постоянно работали кузнецы, столеры, жестянщики и оружейники. Также были открыты партяжные и обувная мастерские и два госпиталя, которые обслуживали все партизанские отряды в округе. И даже работала минная школа в поселке Планческая щель. Отряд Бати полгода занимался партизанской деятельностью в тылу врага. Партизаны не только сами пускали под откос важные немецкие эшелоны и делали засады на автоколонны, но и сотрудничали с регулярной армией. Они брали языков, которых переправляли через линию фронта, а также разведывали скопления немецкой техники, тяжелой артиллерии и укреп районов. Информацию об этом передавали в штаб Красной Армии. По этим данным работали бомбардировщики, которые стирали в пыль немецкую оборону. Когда немцы усилили антипартизанские меры, то интеллигенты перенесли свои диверсии глубже в тыл противника. Они, груженные взрывчаткой, уходили на сотни километров. В один из таких походов они уничтожили водокачку, электростанцию и трехарочный мост через глубокое ущелье, когда по нему проходили немецкие танки. После окружения 6-й армии Паулюса под Сталинградом и началом советского наступления, нацисты более серьезно взялись за партизанскую проблему. Начиная с декабря, нажим немцев на партизанские отряды нарастал с каждым днем. Отряд Бати в течение месяца с помощью минирования местности и устройством засад, постоянно отступая, сдерживали наседающего противника. Но 11 января немцы прижали партизан к станице крепостной. Для этого они собрали большие силы и на следующий день немцы пошли на штурм. Отчаянный бой развернулся на подступах к станице. Партизанам удавалось сдерживать какое-то время противника, но отовсюду появлялись новые колонны немцев. Они охватывали станицу полукругом. Батя уже был готов отдать приказ об отступлении. И вдруг с правого фланга немецких цепей послышались частые автоматные очереди и громкое могучее «Ура!». Шеренга за шеренгой серые шинели, штыки наперевес. В атаку шли гвардейские части регулярной Красной Армии. Советские солдаты смогли преодолеть горный массив в том месте, где прохода не было. По горам они шли несколько дней, и им пришлось оставить на перевалах лазареты, артиллерию и даже крупнокалиберные пулеметы. Голодные, оборванные и стомленные страшным переходом через горные кручи, гвардейцы только с личным оружием сходу шли в наступление. Немцы, не ожидая здесь увидеть регулярных частей, бросились бежать. Станицу крепостную удалось отстоять. Постепенно с гор спускались все новые советские части. Освобождая один населенный пункт за другим, нацистов теснили Краснодару. До освобождения города 12 февраля 1943 года отрядом братьев Игнатовых напоследок был взорван немецкий бронепоезд. А уже в освобожденном городе Игнатов Петр Карпович подсчитал результаты деятельности своего отряда. Партизанским отрядом братьев Игнатовых за полгода боев было уничтожено 34 моста, 16 паровозов и 392 вагона воинских эшелонов, более 40 танков, танкеток и бронемашин, 36 тяжелых орудий, свыше 100 мелких пушек и минометов, 113 автомашин и свыше 100 мотоциклов с прицепами. Убитые тяжело ранено свыше 8 тысяч фашистов. Потери отряда составили пятеро убитых, в том числе двое сыновей Петра Карповича и двое тяжело раненых. Игнатов Петр Карпович в своих мемуарах очень скромно описывал свою деятельность в отряде, но статистика говорит сама за себя. Под его руководством партизанам удалось не только уничтожить, не считая техники, целую немецкую дивизию, но и при этом удалось сделать это с малыми потерями. Петр Карпович за свою деятельность был награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской революции и знаком почета. Также он является почетным гражданином города Краснодара. Умер герой в 1984 году.